Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коминбай. Сейчас я нахожусь на своем объекте. Вы объект этот видели, кто не увидел, подписывайтесь на мой канал. Здесь идет видео в экскурс. Строители подвели дерево к перекрытию, в результате загорелось перекрытие, ну и здесь все обгорело. Чтобы вы понимали, эта комната когда-то была светлой, белой, нежной. Сейчас она темная, серая, ну и такого вот цвета, потому что строитель переделывал уже за свои средства. Здесь перегорела балка, была заменена, какой-то участок пола был заменен. Вы этот объект можете увидеть, еще раз говорю, когда подписывайтесь на мой канал, я сделаю на него ссылочку внизу. Сейчас я буду демонтировать сюда дымоход. Дымоход 115 на 200. Толщина металла внутри 1 мм, снаружи 0,5 мм. Здесь самый темный участок, я думаю, вы видите. Он прямо темный-темный. Посмотрим, что стало с утеплителем, когда демонтируем ее. И, конечно, будем менять полностью дымоход. Ну, вернее, не полностью, а какие-то его сегменты. Все, приступаю я к работе. Я думаю, будет интересно, как ведут себя дымоходы компании Технолога. Дымоходы компании Технолога были проданы в одном из магазинов города Минска. Эти дымоходы я знаю, эти дымоходы я монтирую, и эти дымоходы у меня есть в продаже. Поэтому мне также самому интересно, как дымоход повел себя после пожара. Все, я приступаю к демонтажу. Ну, и результат уже будет у вас на экране. Смотрим. Ну что, приступаем мы к разборке трубы. Вы все увидите. Напоминаю, труба 115 на 200. Толщина металла внутри 1 мм. Это, в первую очередь, видео идет для строителя, который утверждает, что утеплитель внутри рассыпался. Он наперся рогом, что есть такие дымоходы, которые, ну, видимо, пообщался со своими друзьями, с коллегами, которые сказали, «А, ну, труба, все дело в трубе, а не в твоем монтаже». Ну, вы все видели по этому, по монтажу. Теперь я приступаю к разборке самой трубы. У нее заглушка верхняя есть. Вот мы ее достаем. Заглушечку. А, игрушки. Здесь, видимо, заглушку достали уже до нас, когда они монтировали трубу. Смотрите. Видите? Труба полностью цельная. То есть, в зависимости от того, что здесь было возгорание, был пожар, сейчас мы будем идти дальше. И вот, смотрите, где самые большие температуры были. Вот здесь вот немножко цвет поменяла труба. И вот здесь поменяла немножко цвет. Это заметно. Ну, и все на этом. Утеплитель целый. Давайте я сейчас вам покажу, как вам переведу камеру, чтобы вы увидели. Потому что меня очень часто спрашивают, какими дымоходами вы торгуете. Я на что отвечаю. Я торгую компаниями дымохода PSD, компаниями дымохода Technologa. Но могу монтировать компаниями дымохода TIS. И могу монтировать... Еще есть ряд производителей, которые, в том числе, Ferrum Craft, с которыми я сотрудничаю, да, с которыми... Ту продукцию, которую я могу поставить, в первую очередь, продать и смонтировать вам. Я не торгую, ни в коем случае не монтирую в гаражные какие-то дымоходы. Это не в моих интересах. Нет, я на это не заточен. Для этого есть специальные люди, которые этим занимаются. Поэтому для меня, в первую очередь, интересно было, как же все-таки эта труба себя повела после пожара, потому что я этими трубами сам торгую. И мне это, в первую очередь, интересно. Все, теперь давайте перейду к камеру, начнем разбирать утеплитель, вы увидите уже полностью весь дымоход. А это видео для строителя, которое доказывает то, что утеплитель здесь развалился. Потому что он так убирался, доказывая в том, что здесь у него, типа, правильно, да, мы говорим, по строительным нормам, да, я понимаю, что я неправильно смонтировал, но я, 20 лет у меня стаж работы, и сколько бы я сделал, мне дымоходы стоят, не может труба нагреться. Ну, видите, нагревается труба, 200, 180, 140 градусов, нормальная температура. Поэтому думайте о том, что эта труба вас спасет от возгорания, когда вы подводите вплотную к дереву. Все, приступаем к разбору утеплителя, посмотрим, как он поменял, или он вообще структуру свою, потому что здесь вот потемнение, не знаю, может быть, это из-за возгорания, может быть, это из-за какой-то технологический процесс, может, испытание вату проходило, без понятия. Потому что вот это вот место, и вот эта вот точка, уровень возгорания древесины. Смотрите, ну, пошлите. То есть, ничего с утеплителем не произошло, вообще никак. Ни на миллиметр, ни на сверху. Он полностью весь целый. Здесь тоже он целый. Да, скорее всего, здесь вот было вот в этом месте возгорание, потому что, вот видите, прилипло немножко. Ну, структурные какие-то свои несущие способности этот утеплитель не потерял. Ну, я думаю, дальше я не буду уже мусорить. Он также по всей длине идет. Вот так должны выглядеть дымоходы утепленные. Видите, как плотно забит утеплитель? Вот оно. То есть, ничего не стало с этим утеплителем. Обратите внимание, это проволока. Именно это утеплитель производителя компании Парок плотностью 80 килограмм на метр кубический. Ну, и все. Он до самого конца. Поэтому делаем, господа, выводы. Толщина металла 1 миллиметр. Ну, с ней тоже ее не повело, не покрутило. То есть, как она стояла, так и она и осталась. Сейчас я вам сказал, какой утеплитель используется. Но вы должны понимать, что утеплитель 80 килограмм на метр кубический. Но этот 80 килограмм вы просто можете в трубу утеплитель, полоску взять, либо рулон, просто вставить. И все, и уйти. То есть, он не будет спрессованным. Это нехорошо для труб сэндвич. И в итоге у вас просто труба внутренняя, она вот так вот гуляет, никуда вы не уйдете. Поэтому утеплитель должен быть вставлен. И поэтому при выборе дымоходов, если вам продавец говорит, что здесь 80 метров кубических, утеплитель используется с плотностью. Это ни о чем не говорит. Ни о чем. Потому что его просто могли вставить. А еще могли забыть, там у него идет сетка такая, наружная. Если эту сетку не достать, то тепло передается наружу, и труба меняет цвет. Это тоже есть. Поэтому утеплитель, да, 80 килограмм на метр кубический. В Беларуси он используется очень часто. Многие его производители используют. Но они его не запрессовывают. Когда этот утеплитель запрессовывают, прямо впрессовывают его вовнутрь, тогда это о чем-то говорит, о качестве трубы, о качестве выполненных работ производителями. Отдел технический контроль, конечно, проходит, потому что труба должна взвешиваться. Вот от чего зависит. Поэтому, если вы увидите при одинаковых характеристиках, там, 115 на 200 разных производителей труб, то тогда обращайте внимание просто на вес. Все, никто вам ко мне туда сыпать не будет. Вот уж надо обращать внимание. На этом я видео буду свое заканчивать. Надеюсь, это видео было кому-то полезно. По крайней мере, вы увидели, как дымоходы должны выглядеть, что они должны запрессовывать, прессовым утеплитель должен быть. Также вы увидели, что нельзя монтировать дерево ни в коем случае вплотную к утепленной трубе. В этой трубе никаких оседаний ваты, прогораний, выхода трубы из строя не произошло. То есть он как был при выпуске с производства, так он при продаже, так он и остался. Компания Технолога, это компания, которой я буду продолжать продавать трубы, потому что когда возникают какие-то вопросы с производителем, потому что я сейчас говорю, как продавить в первую очередь, у меня есть трубы нескольких производителей на данный момент. Вы на сайте Comment Buy зайдите, посмотрите, с какими производителями я работаю. Это один из них. И если у меня какие-то вопросы возникают с производителем, я просто предлагаю что-то поменять. Если производитель отказывается менять, я, к сожалению, тогда не буду эту продукцию брать. Потому что на этом рынке я уже давно ни с одним производителем работал. Много очень поменял их поставщиков. Пришел сейчас вывод, что с теми пары производителей, которыми я работаю, со мной костяк. Все. И запомните одну вещь. При монтаже дымоходов и покупке дымоходов, вы можете купить самый крутой дымоход. Самый крутой, самый дорогой, самый волшебный, самыми лучшими показателями. Испалить свою баню из-за неправильного монтажа. Да, это так, никуда от этого не уйти. Поэтому, прежде чем кого-то нанимать на работу, посмотрите его работы. Если есть возможность, съездите на объект с монтажниками или с монтажной организацией, с каким-то представителями, посмотрите работу. Все. С вами был Дмитрий Михайлов, Коминбай. До новых встреч. Монтируйте дымоходы правильно и, конечно, проверенные. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok